Ну что ж, а теперь появляются пикабаны. А вот и они. Опа, сразу Коттл у нас отправился в бан. Такие прям герои Даззл. Да, и Даззл. Коттл. Ну, Коттла против пангалеров. Давай спросим, кто драфтит у Team Spirit. Вот мне вот это интересно. Да не видно ведь корону. Не видно? Да, кстати, а подскажите, пожалуйста, кто на драфте у Team Spirit. Ну да, это интересная информация была бы. Мне кажется, давай так угадаем. Это все-таки либо ванскор такой мог на себя взять инициативу, либо кто-то из оставшегося косяка, костяка, это какой-то, может, Оливер. Там я не знаю из этих трех, кто может по драфте, честно говоря. То есть это Джоя, Оливер. Ну да, подскажите, на ком корону. Ну, сейчас мы узнаем. Давайте смотреть. Пойдем. Медуза в первой стадии у нас уходит. Вот как раз таки она, да? То, о чем мы разговаривали, что действительно пабы одни и те же и мета примерно одинаковые. Какого-то беста все равно убирать, сильный еще с метовый герой. Бестмастера, либо виспа какого-то. Я бы на месте панголеров убирал, так как у Team Spirit First Peak. Бестмастера убрали. Ну и виспа. Иван, кстати, на Эрспирите и на Эрспирите умеет играть. Да, умеет. И Бивер очень круто. Бивер на Эрспирите просто. Ну, мне кажется, приоритет не наш виспа все-таки забрать. Да, виспа. Более главный герой. Да, тем более, что исполнители имеются и там, и там. Там и ванскор, и Бивер очень хорошо играют. И у ноу-панголеров тоже. Да, но First Peak у нас у Team Spirit. От этого будем отталкиваться. То есть атак, но под Second Peak что еще можно убрать? Надо убрать точно виспа, чтобы не было этого герой Леота. Это слишком казуальная комбинация. Орак название. Интересно. Значит, что-то мы увидим. Да, Магнус. Дают взять Иво. Получается, так есть. Возможно, Нила и хотят взять ответ Свена плюс что-то. Скорее всего, так. Свен. Слушай, Бан Оракла не просто так. Они, судя по всему, закроют этого Свена каким-то Дарксиром, возможно, знаешь, сразу. Либо еще кем-то. Потому что Бан Оракла наталкивает только на такую мысль, что в первой саде появится либо Лич, либо Свен, либо Дарксир. То есть, либо вообще два каких-то из этих героев. Так, слушай, Тусик. И Фурион. Вот как раз-таки Сиренок, которого ты вспоминал. Это Фурион тройка, я так понимаю. Ты даже, может быть, еще вспомнишь, ну и Дарксир появился. То есть, ты, может, даже вспомнишь то, что я как раз упоминал про то, что именно Пангалеры с ним возможно будут играть. Потому что я видел, Гостик на нем тренировался. То есть, он пошел по стопам, так сказать, вот Факин Мэтт и Майн Контрол сейчас очень много в пабах играли. Гостик на этом герое играет хорошо, он тоже играл. Но вот его сейчас через Ауры все собирают. Это же там Владмир. То есть, можно уйти потом в дефолтные такие уже айтемы, типа Арчит, Лотар, там какой-то Нуллифайер, Хекс, БКБ. А можно уйти дальше в Ауры. То есть, еще Кримсон, Пайп какой-то собрать после Владмира. Попробовать игру как бы закончить. Так, ну, давайте смотреть. Ну, что забавно, что вот как раз-таки, что ЕПГ, европейская команда, что вот как раз... Максимально секьюрес, скажем так, лайн для Дарксира. То есть, убирает антимага Джагелагер. Вот это герой, который против этого может спокойно стоять. А там Кунка и Оракл до этого. Моментально банили, кстати, Спириты прямо. Ну, подготовлены были. Во-первых, бан Оракла, уже пикнули задумкой и сразу уже понимали, что во второй стадии они будут банить. Джаггер антимаг – это два лучших героя, действительно, против Дарксира. Такое, короче, стратегическое давление они оказывают. Очень быстро драфтят задумками. Ну, знаешь, Спириты видно то, что подготовились заранее. То есть, это правильный подход, потому что, когда у тебя... Ну, вот в такой ситуации, да, они вот миксом, они заранее, возможно, собрались, обсудили, чем хотят играть. И поэтому по пикам тут видно то, что они... Может быть, коч по это повлиял. А у них разве есть тренер? Да, у них есть тренер. Есть инфаркт, кто драфтит? Нет, пока не появилось. Потом узнаем. Хорошо. Так, что у нас тут? Кого пацана... Так он дает баф пиньками или нет? Да. Точно? Да, да, да. Это должен давать. Это же разрыв, чтобы... Да, это дабла я стоял. Это просто... Я даже вот приведу пример. Ты стоишь против Терру Блейда, вроде которого таким героем ты не должен... Нет, так это Херо Юниты, это другое. Есть Юниты, есть Херо Юниты. Ну, я в целом... То, что раньше ты Фурионом плюс Тусиком, ты бы не пробил ТБ на лайне. То есть, такого армористого персонажа сейчас. Так это крипов бы занял. За счет третьего Тусика, как бы, ты просто изничтожаешь любого персонажа. Но вообще, мне нравится для Спиритов еще Пашка. Если вот ее еще с ней забанят, она, в принципе, хороша. То есть, можно триплой начать. Плюс Дарк Сира, то, что его можно отправить одного и пойти туда, например, в Свен, по А, плюс какой-то... Драфтит у Спирит Скиттер. Скиттер. Ну, это Оливер, то, что я... Проблема в том, что если Дарк Сир одного оставить, то уже на эту линию можно не переходить, ты ее уже не камбэкнешь. Ты либо ее сноуболишь с самого начала, либо оставляешь его там стоять. Можно начать вдвоем, дать ему преимущество. Да, вот если начать вдвоем, тогда это гораздо лучше. И стянуть потом на топ еще одного героя, потому что два в два Фурион Тусик выиграет. Там нужна помощь. Пока что мы видим набор довольно сильных линий от одной и второй команды. Но мне Лич нравится для Спиритов все равно против Фуриона. Либо какой-то Лич, либо ТХД. Вот один из этих героев... Ну, они же вообще ничего не делают. Почему? ТХД очень слабый против Фуриона. Хорошо, Лич все равно за счет щита. Не-не, так он просто будет стоять и крипов, не знаю. А, Виверна какая-то еще, кстати, вот она... Виверна уже получше. Да. Да, и, кстати, по поводу тренера, у Тим Спирит это Сорт Арт. Сорт Арт, да. Да, он раньше был, получается, аналитиком, его взяли сейчас тренером, да? Да, да, да. Ну да, я с ним как бы знаком достаточно хорошо. Он в Веге у нас начинал... Причем, если они выберут Виверну, это очень похоже на драфт ЕПГ. И как раз комбинация под вакуум. Ну да, атаки есть. Как раз в эндраксир то, чем ЕПГ играли. Да, в принципе, и Лич, и Джекира, они тоже хорошо комбинятся под вот эту всю тему. Но они очень плохие против Фуриона на линии, прямо очень. Прям это погибель. Ну, Джекира долгое время пикался, знаешь, за счет того, что он, в принципе, он пеньков, он режет им атак спид и этот... Ну, Тирблейда, кстати, вот взяли. Но для меня было понятно, что это вот либо ТБ, либо ПАшка какая-то. То есть герой, у которых много армора. Вообще против Фуриона один из лучших персонажей. Это ПЛ, это ПАшка, это Тиррор Блейд. То есть такие вот агилищики, у которых много армора. Еще есть Ликан. Ликан ему там армор базовый порезали. Он сейчас вообще не против нового. А вот ему такого тусика... Это герой против Тиррор Блейда. То есть это стандарт. То есть есть герои, которые примерно равны по силе. То есть Тиррор Блейд, Морф, Антон Лансер. Вот они все как бы вот так вот набираются. И тот же вот Эр Спирит для Бивера. Кстати, мне нравится. Вот земля против Морфа. Очень интересно. И Свен куда? Свен пятерка будет. За счет третьего, знаешь, типа стоять с ТБ. Ну, кстати, Свен против Тускара. Мне по-своему тоже очень импонирует. Он, знаешь, как и Коттл за счет своего третьего. То есть может... Тебя не так сильно будут пробивать там, да, под пеньками. Типа поэтому... Такой очень-очень... То есть очень контактный Эр Спирит. Прям нереально контактный. И мне бы хотелось, скажем так, против такого набора героев видеть героя, который имеет либо массовый дизейбл. Не знаю, там, условно. Я просто перечисляю, это Эдхантер, Энигма, Магнус. То есть вот что-то такое. Вот с такой идеей. Либо героя, который может просто бесконтактно драться. То есть всегда хороший против Триррор Блейда был, допустим, Тинкер. Ну, что-то такое. Пока что тут остались мидеры, и у Веги это будет... Ой, у Веги, простите. У Нопангалер это будет герой для Селлера. Это будет, пока что я вижу, это какая-то потенциальная пугна. Это Лондруид. Это Винга. То есть, ну, вообще, мне кажется, то, что вот какая-то Винга или пугна заходит больше, они как бы вот... Мне кажется, им Тимфайт нужен сейчас. Тимфайт? Да, да, да. Кто у него из Тимфайт? Тимфайт и герой желательно вообще под Ультгрим Строка. У них сейчас под Ультгрим Строка вообще ничего нету толку. Ну, я просто, знаешь, исхожу из пула Селлера еще. То есть это ДК тоже какой-то может быть. Ой, я очень быстро драфт. Это очень быстро драфт. Хусику с карты. Ну, брали Лино, Деббаня. Супер-супер контактный пик милишника. Это пугна сейчас будет против Хусика. А я бы брал тебе этого Тимбера. Он на Тимбере не играет, и Тимбер Хусику, кстати, в миде, мне кажется... Он проигрывает, но по игре он очень сильный, очень сильный по игре. Ведь сила Тимбера, чтобы он на лайнер разогнался изначально. Так ты ставишь его не против Хускара, а где-то страдать. Бэтрайдер. Бэтрайдер. Это герой против Террор Блейда. Кстати, слушай. И что у нас получается? Мне нравится Морик Мид. Не-не, это Сейлер на единице Фурионе и Морф Мид. Ага. Это интересный пик. Кстати, Бэтрайдер он сейчас тоже... Даже не так, это еще раз, не-не-не. Это Фурион против Хускара в миде. Вот, я вот почти уверен в этом. Ну да. Я сначала думал, что Бэтрайдера могут посадить. Кстати, это тоже классный сейчас контрпик против Хусика за счет... Очень интересные драфты. Наконец-то это не какая-то дефолтщина. Есть ярко выраженные коры, которые плюс-минус равны по силе. Вот, прикольно. У обеих команд пик выглядит, в принципе, с идеей и задумкой. Но у Пангалеров мне нравится больше в плане вот таких контрпиков. И Бэтрайдер и Морф выглядят очень сильными. То есть их как-то лайнинг мне чуть больше нравится. А мне нравится именно, что вот по темповости, по какому-то вотому кулаку, который можно создать, у Спирит это выглядит поинтереснее. Давайте, кстати, посмотрим коэффициенты, потому как действительно драфты очень необычные по сравнению с первым игровым днем. Но мы все видели на стадии банок. Да, первые игры в день были грустно. От Пангалеров я такого ожидал как раз, что они всегда каких-то таких интересных героев пикают, новых, по крайней мере. Какие бы ты коэффициенты поставил? Вот такие примерно. Слушай, на Пангалеров, кстати, очень хороший кэфф. Ну, если так взять, 1-6-8. По пику, типа, объективно я живу, тут такой плюс-минус 50 на 50. Не, ну я даже 60 на 40, в моем понимании. У Пангалеров, типа, пик сильнее. Вот этот усик плюс Бэтрайдер, это уже будет, типа, один лайн достаточно сильно овнить. Поэтому... А как же они стак... Это же так себе стак, по идее. Бэтрайдер не тот герой, который с руки бьет. Да, это всегда сильно просоработало. Шардами потом перекрывает. То есть, очень легко все равно убивать эти Роблейды на линии. Ну и так, финальные слова, конечно же. Ты, Саш, за кого? Ну, я все же больше за Пангалеров, поскольку у Спирита, мне кажется, могут быть большие проблемы в видеосинхронизации. Но по драфтам я не могу сказать, что вот... Хорошо, ну и Андрюх тоже сказал. Да, я за Пангалеров. Да, а также, друзья, не забываем, что специально к нашему турниру партнеры из ES.bet подготовили страховку для всех ваших ставок. Ссылка находится под стримом. Регистрируйтесь прямо сейчас, а мы передаем слово комментаторам. Это Друг и Фоливер. Привет всем еще раз. Привет всем. Наконец-то мы добрались до своих рабочих мест, до рабочих сани. С вами Фоливер, с вами Друг. И готовы понаблюдать за группой B. Как по твоему мнению, мне кажется, по составу участников B поинтереснее будет. Да, действительно, открывающий матч это Нопангальеры против Team Spirit, которые только изменили состав. Очень интересно будет посмотреть на их результаты. Возможно, они будут даже более успешно уступать. Вот это для меня главная интрига. То есть они сейчас играют, ну вот подорвано, скажем так, да, новые игроки, новый состав. Ты о Спиритах? По большей части старт. Да, конечно же, о Спиритах. Кто знает, может сбросили на самом деле. Балластик. Сейчас как начнут бахать. Самое забавное это то, что Фенг вроде как собрал этот состав и он его покинул. Это да, это да. Причем еще до того, как анонсировали этот состав, небольшой инсайдик, я с Артемом разговаривал и он говорит, мне надоело играть с СНГ коллективами, хочется какого-то нового уровня игры и понимание с СНГ, оно не выше, чем с европейцами. Поэтому я сейчас собираю состав из европейских плотных игроков. Будем бахать. Как так в итоге вышло? Вот ты верно озвучил, он собрал и он же его и покинул. Это на самом деле даже удивительно, потому что, ну по сути, ну с другой стороны, что это его детище, детище выросло и пора искать новый дом. Как и ФНГ, нашел новый дом. Да, согласен. Причем я смотрел результаты, последний турнир как раз-то был тот, который не был саммитом, который они как раз выиграли, причем играли против пангольеров и со счетом 3-2 после не самого удачного начала вернулись в игру. Хотя знаешь, уже готов был поверить, что 3-0, все, серия заканчивается, пангольеры победители, но нет. Причем это очень похожий ранее финал, где они играли против нами, тут я про пангольеров немножечко говорю. Интересная попытка напасть через Ункс Вэлст, Ускаром и Ватактимом принимает решение Хастажеротон сделать ТПА. Да, это единственное верное решение здесь. Да, и сразу фласку используют. Ну, выбили, выбили фласку, все равно профит в этом имеется. Да, честно говоря, если пока немного поболтать про драфт, если я вот буду смотреть на команду слева, команду справа, конечно, герои справа мне нравятся чуточку больше, но, естественно, у меня есть опыт просмотра, неоднократные карты, матчи и серии. Правда, нападение на Гостика, подвышка, это First Blood, довольно легкий в исполнении трех игроков команды Spirit. Вот такое вот начало. Так вот, я привык к тому, что плейстайл их заключается вокруг наива, и остальные игроки команды просто стараются спейсить. Нету прямо таких двух ярко выраженных коргероев, в данном случае здесь это морфлинг, ну, вот Бэтрайдер плюс Нейчерс Профит, не исключая возможности того, что он будет явной угрозой и слоты свои наберет. Но все зависит от того, как себя поведут игроки Team Spirit. Вот что круто, поставили ТБ в мид, правда, уже ранее было сказано, что много армора, поэтому он не слишком уязвим перед вот этими вот назойливыми ударами. Я не знаю, как там насчет пеньков, возможно, где-то даже будет получать за счет них немного денег зарабатывать Скитру. То есть перспективно вроде бы выглядит все пока что. Плюс морф на топе, ему тоже мешать никто не будет. Да, по Брайлу пару слов хотелось сказать. Вот наши аналитики озвучили, что там поиграл в другом регионе, он, правда, играл в Северной Америке. Но фишка в том, что Брайл это тот исполнитель, который со своей командой чуть было не пустил на интернешнл команду OG победителя этого НТА. Они играли тогда за состав Wind & Rain, и Брайл на инвокере в центральной линии показывал вещи, ну, где-то сродни Топсону, наверное, его стабильности. Очень сильный игрок, очень сильный исполнитель. В целом состав выглядел перспективно на тот момент европейский. Но результатов они не дали, их расформировали, разъехались по разным регионам, и вот Брайл, собственно, вернулся. Он еще играет с приставкой J-Storm, все равно вернулся в Европу поиграть. 1-1. Сделали фраг на Бивере, отомстили за убийство, которое было внизу. За Брайлом дальше 8 стагов. Напалма было на нем, но лезть под вышку не решились, уже и вернулся Бивер. Насколько сильно, я помню, ФНГ держался за Бивера. Если вот вспомнишь старые эти драмы, когда еще Айсберга кикали из команды, и это все мотивировалось тем, что Айсберг не очень хорошо владеет английским языком, коммуникация с Бивером. То есть ФНГ поставил Бивера даже выше, чем Айсберга на тот момент. С ним хотел играть, и таким образом, я помню, тогда от Богдана избавились. И вот сейчас они поиграли несколько лет вместе, и тем не менее Артем все равно состав покидает. Ну, а Бивер продолжает катать в составе Spirit. Вообще уникальная история. И с Вегой, и с тегом Spirit у нас смешались европейцы с СНГ-регионом. Все на какой-то новый уровень, по-моему, выходит. Нет, я согласен, и это несомненно плюс. Хотя поглядимся, что будет с Гримстроком. На него напали, на себя. Есть, правда, здесь еще и поддержка от Хускара. И, вероятно, фраг этот сделан, естественно, будет. Да, окей. Второй фраг для этим Spirit. О чем еще хотел поговорить до этого? Это Тускар и Арспирит. Честно говоря, здесь вот что Заяц, что как раз вышеупомянутый Бивер играет на своих сигнатурных героях. Причем оба могут исполнять что тот, что тот на обеих персонажах. Посмотрим сейчас, кто у нас окажется проворней и больше пользы для своей команды по итогу принесет. Пока видим, что на нижней линии проблем не возникало. Очень неплохо с Бетрайдером получается нападать на героев. Где-то хороший блок. Ролинболдера просто не удается использовать. После чего напаун, Файр Спирит и легкий фраг. Причем у нас была ротация. Морф у нас уехал вниз. На топе отныне находится Бетрайдер. И целью являться его, наверное, будет попытка мешать Хускару. Ну, нападение в исполнении Team Spirit на Бетрайдер. Здесь три персонажа начали со стана. Уже пытается Гостик до конца, наверное, вот это все реализовать. Причем сноубол был от Тускара. Ненадолго, правда, этого не хватило. И фраг сделать Team Spirit получилось. Не получилось и правда спасти. Ну, там Ингсвелл был брошен заранее Семой, но нет такой прочности у Бетрайдера, чтобы выдержать. Вообще, на самом деле, старт игры у Спирит, по-моему, по героям он очень уверенный. То, что делает Дарксир на старте, да, то, как под двумя щитами могут два эти героя. Даже три, наверное, героя. Здесь и Свен с Дарксиром хорошо комбинируется. Хорошо, конечно, Жер Спирит. Это шикарная комбинация, вкатился под Айншеллом. И сам Дарксир. Вы, по идее, на старте можете вытирать любую линию, на которую придете. Примерно этим Спириты занимаются. Плюс у вас есть мидгейм очень сильный в виде Хускара. И, конечно, у вас есть Террорблейд, который и в мидгейме, и в лейтгейме действительно ультра хорош. Поэтому, ну, за дел у Спиритов классный. Но просто ситуация по героям, с моей точки зрения, она аналогична. Здесь есть Дарксир, которым... Кстати, Дарксир говорил есть, а его нет, посмотрите. Внимательный. Да, Дарксир погибает. Так вот, здесь есть Дарксир, который Айншелл набрасывает на Эрт Спирита. А с другой стороны есть Тускар, которого точно так же мажет Ингсвеллом Гримстроук. И у вас, получается, два крутых инициатора, которые даже без наличия рядом тиммейтов все равно чувствуют их опеку. Брайл. Шесть зарядов Стикина Палма. Хорошие шарды Брайла закрывают. Но много урона он очень получает. Стикина Палма продолжает работать. Файрфлай от Гостика все еще действует. И это минус Брайл. Хороший фраг на самом деле получился для Ноупан Гольер, но потеряли двух героев. То, что остановили Хусика с одной стороны классно, то, что перетянули еще героев на топ, тоже неплохо. Но два фрага взамен одного, конечно, экономически вы не выиграете. Но в перспективе, понятно, да, вот эта перетяжка, использованные телепорты, это позволяет Наиву расправить немножко водные руки свои. Я смотрел, кстати, Наива, вот много источников сейчас в итоге года подводят, ну, разных СМИ киберспортивных. И Наив откровенно везде почти в топ-1, топ-2 открытия года. И такая приятная, приятная СНГ-открытие. Именно Наив, именно этот казахский исполнитель считается прорывом года. Ты что думаешь? Я думаю, что это все справедливо полностью. Что, то есть, были ситуации, когда действительно команда играла на него, и это давало свои плоды. Результаты были очень даже крутыми. И мне тоже импонирует подобный плейстайл. Я реально люблю, когда есть один кор-герой, на которого играет вся команда. То есть, не знаю, что-то похожее вот с Куманом словно в Империи происходит в одном из ее составов, будем говорить так. Так что, заварушка на топе, видимо, начинается Бэтрайдер. Показал позиции героев, да, какая-то интересная ситуация с Распиритом и Айншеллом. Дракон два фронта разделилась, правда, СВН нас уже пал, в таверну отправился, Сноубот, Ускара спасительный эдакий. Правда, Ускар пытается отбиваться, делает фраг, при этом забирает Гостика, умирает сам. И ситуация более-менее неплохая для панголеров. Очень много персонажей здесь сосредоточено сейчас. То есть, на миде себе спокойно продолжает находиться Нейчерс Профит, снизу фармит Морфик, на него никто не обращает внимания. И мне нравится то, что делают сейчас панголеры. То есть, максимально пытаются отвлечь внимание на себя, приковать внимание к этой топ-линии, снять все подозрения своего Морфа и дать ему свободу действовать. Эти фраги, действительно, эти фраги, которые делаются, они вообще ровным счетом не стоят ни копейки, потому как Морф топ-1 Крипстат. И это не просто топ-1, да, это не 59 против 51, это 59 на 32. Он получает дополнительный хэстерджерот, он рискует погибнуть, да, и погибает. Никак, наверное, на Сюджей не уйдешь из-под сноубола. И за бивером еще погоня. Сейлор прилетел, поставил спруты хорошие, бивера закрыли. Два убийства от Нопангольер. И вы еще умудряетесь убивать, помимо того, что Морф у вас красавчик. И Наив. Наив имеет Нетворс. Сейчас, если нам его покажут, то я думаю, он на тысячу, наверное, будет обгонять Трэррблейды. И так и есть. Почти тысяча золота по отношению к ТБ, который тоже, по сути, в релинию стоял. Ему не сильно в миде мешали. И вот тебе, пожалуйста. Ну, а как ему, с другой стороны, мог помешать Nature's Profit? Короче говоря, ТБ практически на фрифарме, но есть Морф, который говорит, что фрифарм — это еще не самая прибыльная вещь. Можно еще и чужих добивать, и своих добивать, и прилетать в файтах участвовать. Ну, пока да, пока очень грозный Морф. В мидгейме у Спирит могут быть неприятности с таким Морфом. Но, опять же, при таком исполнителе, Наив очень хорошо знает этого героя, там миллиард матчей наигран. Поэтому пока, пока, пока ТБ и Хускар, им надо понимать, что угроза где-то рядом зреет. Да, ну вот перетяжка аналогичная, Тим Спирит на нижнюю линию, забирает вышку. Плюс нападение через Ролинболдоратору, Спирит помогает Свен с Таном, зацепили Гримстрок, умирает Суэр. Ну, подумаешь, саппорта забрали. В принципе, команда сейчас что-то похожее совершили. Оба коллектива смогли по вышке забрать. Правда, немедленно и смог после в исполнении Тим Спирит. Хотят пройтись полюса, возможно, посчастливится найти кого-нибудь еще. И таким образом, ну вот, Гримстрок из Тверны выйдет. Кого-нибудь прямо сейчас туда же снова отправят. И таким образом попробуют забрать Т-2. Свен под Эншелом со Станом нападает на Аббитрайдера. Рядом Эр Спирит с Кускаром и не отпускает Гостика. Еще один фраг. Да, причем Гостик развернулся. Такое ощущение, что хотели провести эту драку. Но Гостик не ожидал, что там аж четыре героя может оказаться. Заяц врывается. Но Армен едва забирает. Забирает Заяц. Тег-тим работал. И смогли Армена хотя бы забрать в размен. Но точно так же погибает и Заяц. Вы снова отдаете двух героев. Вернером режиссеры показывают. Параллельно падает Т-2 вышка. Наив продолжает наращивать свое преимущество. И фраги, которые делает Спирит, ровным счетом им ничего не дают. Они отстают по золоту. Они вывели в топ. Они реально тем, что внимания не обращали на Морфа, вывели его в топ. И он очень сильно уверенно обгоняет их Ускара и Террорблейда. И пока, конечно, игровое преимущество на стороне Пангальер. Это еще без артефактов. Наив пока только с уровнем и базой. Да, плюс мне нравится то, что Пангальеры отдают предточтение своему лесу. Вардят все, чтобы безопасно было именно нашей команде. Чтобы Морфу, то есть свобода действий полная какая-то имелась. Плюс контроллер свой лес для того, чтобы заблаговременно знать о каких-либо приближающихся гангах. Либо там паре героев, которые загуляли. Просто знать их местоположение. Таким образом перестроить свои силы на другой участок карты. И, возможно, поддавливать. Вообще, мне нравится именно перспектива сплит-пуша. То есть этот же бетрайдер с фаерфлаем с легкостью может там за крип-скипить, убрать пачку крипов. В Nature's Profit сделать что-то аналогичное тоже может. И даже если в случае успеха какого-либо в плане вот нападения на топе, Террорблейда забирает сейчас Заяц через Варлз Панч. Очень довольно... ну, очень важный фраг, мне кажется. Террорблейда избавить вот от фарма на 30 секунд. И насколько простой. Мы не успели камеру сюда перевести. На фулл-хп был Террорблейд. Просто за прокаст и за... Плетка, да, она Oldomy называется. Nature's Profit Ultimate. Сейчас придет сюда Фобос, маг, если что, поправят. Плюха. Вообще у Фобоса любой ультимейт называется Плюха. Он пытается меня научить. Перетяжка в центр. На Ромена напали. Минус Свен. Ну, щелкает уже на их. Уровень хороший, очень хороший адаптив страйки. Мощные Брайла тоже цепляют. Выдает. Вот он, конечно, отбрасывает всех. От себя выдает первую способность. Но теряют вышку в центре. Да, это скорее просто подготовка как раз для почвы, для пуша. То есть то, что сейчас и произошло. Сделали один фраг. Увидели притяжку других персонажей. Кого-то потрепали. Выберли пару способностей. Снесли вышку. Все. Задачи выполнили. Вот он еще один objective. И сразу же пошли пинги на нижнюю линию, где еще стоит одна Т1-вышка, о которой можно позаботиться. Вообще шикарная сборка на Nature's Profit. Обрати внимание. У нас центральная линия Фурион был. И Владмир. Владмир один из артефактов. Стартовый. Насколько игра меняется. Во-первых, Nature's Profit получает core позицию. Стоит в центре. Мы привыкли. Мы даже в тройке его редко видели. Мы обычно видим где-то пятерка какая-то. Ну, Тейл еще отшумел не так давно на этом НП. А здесь мало того, что центр. Он еще и по аналогии с современными шадуфиндами собирает утилити артефакты на команду. Тот собирает грифсы. Этот собирает Владмир для того, чтобы драться было комфортнее и идти пушить. Ну и помогает, конечно, своим энтам. Могут потерять тусика. Да, мне большое уделяю то, что сейчас хитро потратил форму. И с ноутболом успевает Заяц потыкнуться. Апсвена в итоге, возможно, даже спасет свою жизнь. Правда, камень еще один ставит для продолжения ультимейта. Бивера все-таки добивает Заяца. Но очень много времени было выиграно. Правда, вот я не знаю, благодаря этой форме удастся ли снести вышку на топе. Потому что в это время уже Т1 снизу теряется ультим спириты. Что насчет Т2? ДД на Нейчурс Профити. С крипами разберутся парни быстро. Райдера стоит бояться, потому что может он кого-то подцепить прямо сейчас на лосо. Вот попробовать. Гостик. Да, ловит. А, пардон, это у нас был Хускар. Подъезжает раз спирит с рулем болдера. Вешается ультимейт. ТБ, правда, рядом под формой. Помогает команда. В итоге своих не бросаем. И здесь не получается никого пангалерам забрать. Ну и сами вроде пока никого не теряют. И успешно ретируются с пруты. Перекрыть дорогу. Правда, удается ее прогрызть своим топориком. Скитеру спрятался сейлер. И пытается делать ТП. Не получается. Ромен своим станом не отпускает сейлера. Ну вот хоть что-то получили здесь. Тим Спирит, потому что очень много времени и ресурсов потратили на перетяжку. Да, они еще под формой снесли очень быстро вышку вверху. И хватило формы Скитеру перетянуться и попробовать подраться под вышкой. Ну выигрывали время. Было видно, что стягивают сюда врагов. Потому как под формой Хускар где-то, по-моему, это он фармит. А, это он, видимо, армлетом фармит. Я смотрю, у него ХП в ноль постоянно уходит. Так вот, под формой Террор Блейд смело мог идти забирать Т2. Три героя коллектива Спирит были на топе. Они быстро справились с первой вышкой. Там еще секунд 20 надо было на то, чтобы дойти до второй вышки и ее тоже забрать. Не хотелось, я думаю, и в вышку под удар подставлять, и Глиф тратить в такой безобидной, казалось бы, ситуации. Ну нормально, стянули. Да, мидера отдали, безусловно. Но мидер у нас не... Фармозависимый мидер у нас, видимо, утилити артефакта собирает. Это Нэджис Профит. И он, конечно, свое возьмет. Он и так хороший Нэтворс имеет. Топ-2 и лучше, чем любой игрок Спирит. И заходят под третий Тусика. Забирают быстро Рошана. Это еще и Аегис для Наива. Ну что-то на самом деле прорисовывается. И, по-моему, пока Спирит все дальше и дальше от победы. Да, плюс я обратил внимание на коэффициенты, которые появлялись ранее. В целом кардинальных изменений не было. Так, драка. Поймали Гримстролка. Быстрый фраг. Но в любом случае свою задачу также Пангалеры выполнили. Рошана забрали. Аегис кармань у Марфа. Но вот ты ранее говорил по поводу Владимира и Нечу Спрофита. То есть намек нам дают Пангалеры на то, что они не планируют особо затягивать эту игру. Потому что, в целом, если затянут, наверняка сложности возникнут. Этого не миновать. Только представь комбо. Стенка, вакуум, подстан с Венесер, Спирита Раскастом. Хускаром, конечно же, который там половину героев добрую может задезармить. И Террор Блейдом с Рефлекшном, который в толпе под формой просто глумится над любым персонажем, которому попадется перед глазами. То есть я такого сценария очень боюсь. Поэтому нужно очень методично, четко нападать. Быстро делать фраги. Убирать кого-либо из существенно важных. Для меня, например, Спирит очень много работы проделывает. Но подушка безопасности все равно есть у Пангалера. Вот этот ультрабогатый Морф. Теперь вот все, как ты описал. Только представь, что Морф превращается в ТБ. Прожимает форму. Кастует иллюзии. И начинает под метаморфозой в форме Морфа расстреливать всех вокруг. Я думаю, что угроза, она, конечно, высока. Но если у вас настолько богатый кор, то вам надо порядком наошибаться еще, чтобы ТБ догнал Морфа и на равных с ним дрался. Поэтому пока-пока, да, у Пангалера все хорошо. Даже если вдруг они мидгейм провалят, у них все равно, по идее, Морф это до лейта не просядет. Брайл прыгает на Гостика. Есть перетяжка. Перетяжка, да, забрали его. Быстренько с ним справились. Но метаморфоза. Зайца могут даже и потерять. Сейлор отсюда не уйдет. Морф вкатывается. Наив превращается в Террор Блейда. Включает метаморфозу. Кастует иллюзии. Начинает расстреливать скитера. Но Наив пока в окружении трех врагов. Уже четвертый протягивается. Да, не очень комфортно драться. Есть Aegis, но терять его на халяву точно не хотелось бы. Перекачивается в силу. Уходит на вейформ, уходит на лоу хп из-под фокуса РМНа. Еще одна перекачка. Я не вижу, Шрайн активен или нет. По миникарте непонятно. Нет, нет, Шрайн пустой. Ты знаешь, мне казалось, что это попытка просто выиграть время сейчас и дождаться тех убитых героев, которые попали в таверну, чтобы сейчас по раунд 2 устроить. И после этого, ну, наверное, в отместку уже реализовать нормальный Aegis и выиграть драку. Но пока все же все прошло более. Гладко для Team Spirit. Да, было нападение на Хускара. Его убили. Возможно, это не конец. Бивер. Здесь остается один. По-моему, еще ждать неоткуда. И скорее даже специально взял на себя. Как-то внимание отвел, чтобы все остальные спаслись наверняка. Что мы можем сказать по карте? Точнее, да. Две вышки остаются у Team Spirit, насколько я вижу. И все еще есть 4 тавера на карте у панголеров. Но, с другой стороны, это плюс деньги в будущем, которые Team Spirit смогут заработать. И также часть золота отыграть. Но тут нечего отыграть, потому что сейчас ситуация очень равна между этими командами. Да, но камбэкнули после этой драки. Spirit много забрали фрагов. Плюс, конечно, вышки, снесенные до этого. Потому что на вторую и на третью позицию выходят Terrorblade и Husqvar. А до этого, мы помним, они даже от Ninja Profit отставали. NP, я боюсь, как бы не просел по этой игре. Как бы просто не превратился в очередного саппорта. Такой, знаешь, Сэмми Керри, Сэмми Саппорт. Который падает от трех ударов Terrorblade. Мы это только что наблюдали. Sailor с этим набором артефактов потенциал для убийства пока не имеет. Индивидуально не может. Так, забрали Свена. Но не волнуйтесь сильно. Это всего лишь саппорт Свен. Но зато получают возможность забрать вышку. В меньшинстве за нее сражаться спириты не хотят. Так вот, этот Ninja Profit, по идее, до появления Оркида, он не имеет возможности убивать. Ну, Владмир сильно тебе не дает потенциал для убийства какой-то огромный. Но не хотят затягивать. Так или иначе, не хотят затягивать. Потихоньку действительно давят, давят, давят. Пытаются сопернику не дать выйти в лейт. Громадный такой, мощный. Но, не знаю, все равно NP меньше, чем Husqvar в ближайшее время точно. И NP, конечно, меньше, чем Terror Blade в любой период игры. Если мы говорим именно о драке. Конечно, потенциал для сплит-пуша, для макро-игры, он повышен на час профита. Но это все ситуативно. Да, и ко всему прочему, не знаю, вот бывают такие моменты, когда Morph очень сильно ударяется в сейв артефакты. Помимо Монта Стайла, там, возможно, БКБ вынужден будет купить. Причем здесь еще упор делается на то, что Terror Blade в БКБ не сможет использовать Сандры. Хотя бы с Morpho у нас выйдет такая дуэль. ДТБ вынужден будет либо дать заднюю, либо кого-то из своих тиммейтов подставить, если врагов не будет рядом. То есть других героев, конечно же, пангальеров. Такой вот вариант. Но из-за этого страдает потенциал в плане убийства героев. То есть где-то недостаток по урону. Да, это здорово, что можно воровать облик Terror Blade, брать метаморфозу, получать дополнительный урон. Но момент на топе показал, что один, к сожалению, против трех персонажей Morpho не вывозит. Драку нужно начинать явно немного по другому сценарию. Плюс я до этого видел сейчас момент, где, кажется, Тускар обводил свой лес. Возможно, какой-то намек на то, что парня Vision у нас сейчас там нет, и стоит ожидать наших противников наверняка где-то там, и они будут пытаться, возможно, выслеживать нас и убивать. В итоге сами заняли вражеский лес. Не могу сказать, что там имеется огромное количество Vision, скорее только Сентрики. Ну вот, и что, опять будет давление на верхнюю линию. Но нет, скорее только Пиньки, Селлер отсюда улетает, хотя часть команды остается рядом. Хотя, думаю, только что с ТП-свитка на H-справе втулете. Оркет свой забрал, вернется, если что, с телепротейшна очень быстро обратно. И, как видим, да, он здесь. Да, уже готовы атаковать. Я, кстати, перестал себя слышать. Я ничего не наклацал. Ты меня нормально слышишь? Да-да-да, все замечательно. Да, здесь драка Гостик на хайграунде. Хотел кого-то вытянуть, но в итоге поплатился своей жизнью. Правда, после этого ультимейт от Гримстролка. Тускар, Сноубол, Варлус Панч пытается что-то поделать. Эрспирит подъезжает на подмогу. Стратится стенка Дараксиром. В итоге теряет двоих пангольеры. И, возможно, также потеряет Суэра. Гримстролк под урной. Да, получает пару копьев. И также отправляет в Саверну. Неудачная попытка. То есть сценарий понять могу. Здесь все было спланировано по плану Варта на вражеском хайграунде. Бэтрайдер через лассо вытягивает персонажа. В итоге ловит его. И таким образом делает первый пиков. После чего чувствует себя явно увереннее пангольеры. Но план пошел под откос. В итоге теряют троих. Ни одного фрага не делают. Не получается. Не получается адекватно пока пушить данному коллективу. Ну, вот пару таких ошибок. ТБ нарастит ваше преимущество. И я не знаю, пока все перестает быть радужным для ноу пангольер. Вот эта одна тысяча преимущества, она остается. Остается на месте. Но два героя набирают, наступают на пятки морфу. И мы видим, что в соло, конечно, морф с этими двумя персонажами не справляется. Тяжело. Да, тербой. Драгонуэнс, мант оставил. Собирает линкенсферу, видимо, чтобы не испытывать сложности с бэтрайдером. Не давать себя ловить в лассо. Ну, других каких-то вариантов таких более серьезных я не слышу. Ну, вот что немного покое. Так, на топе поймали карцуху Скарна. Подъезжает на брюле. Подъезжает Силлер. Помогает. Если вару спанчат зайца, и фраг забирает. Наив. Вообще, у меня подозрение есть, что морфинг еще ни разу не умирал в этой игре. Очень хотелось бы проверить это. Наверняка. Ну, пожалуй. Может, да. Действительно, может такое быть. У него был тем более Эггис. Да, 4.02. 4.02 идет морф. Все у него хорошо. Скади плюс Манта Стайл. Не сказать, что прям такие, да, на сейф, вот как ты выразился, да, артефакты на сейф, но такой приятный баланс между уроном и безопасностью. Потому что статы для морфа очень важная штука. Да, чтобы не было нелепых моментов, когда слишком мало здоровья и вот нападение через там 1-2 стана, нехватка реакции, где-то не нажал Манта Стайл, поймал Свена, стан и был убит. И нет против морфа, если только, конечно, не поймать ультимейт Террорблейда битого, да, если он Сандер хорошее качество и не выдаст в тебя, то, как такового, бёрст дэмэджа и нет у Спирит. Ну, я не вижу опции реально быстро щелкнуть морфа, чтобы он не успел перекачаться. Все очень такое посредственное. Свен тоже бёрст дэмэдж вносит, ну, так, постольку поскольку, потому что это саппорт Свен, он без артефактов. И там щиты какие-то, магнетайзы, все это, по идее, ты нивелируешь нормальной перекачкой в силу. Разве что Хусик, да, и Террорблейд могут быстро с тобой справиться. Но это надо еще классно скомбинировать. Морф должен АФК уснуть, чтобы все это дело пропустить. Пока не похоже, да, что наив этим страдает. Действительно, ни одной смерти не было. Хускар покупает Блэк Кинг Бар и Террорблейд. Хотел бы я посмотреть еще на его набор артефактов, потому что морфа мы только что посмотрели. ТБ, 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 ТБ. Ну, ТБ на 4000 отстает от морфа, там, понятно, поменьше должно быть. Манта Стайл из серьезных артефактов Манта Стайл и БКБ зреет тоже. Ну, наверное, Этериал какой-то они предполагают. Лучше БКБ заиметь, чтобы за прокаст морф тебя не убивал. ТБ не может себе это позволить. Нет, плюс еще кажется, что он до этого планировал купить линкенсферу, потом понял, что достаточно нажать БКБ, не дать использовать массу какой-либо магии. То есть он переживет, я думаю, под лассо количество урона, которое в него попытаются закинуть, просто благодаря огромному количеству армора. Ну, а дальше после окончания лассо уже что делать панголирам с ТБ под Блэк Кинг Баром не ясно. Главное успеть его вовремя, конечно же, нажать. Да, плюс, ко всему прочему, бонус таймер уже появился. Совсем скоро появится второй Рошан в этой игре. А пока же Тим Спирит под Смоуком планирует поход по центру. Где-то рядом на карте я вижу только Зайца. Слева где-то Бэтрайдера. И до обеих топать придется далеко героев, таргетов скорее. Ну, вот пока занимается ТБ тем, что под формой забирает Т1 вышку. Поход далее, видимо, не планируется, потому что с двух линий поджимают под галеры. На топе находится Нейчерс Профит. Снизу у нас где-то бегали рядом также персонажи. Наказали Селлера, кстати, за снос Т3 вышки, но это тоже в какой-то степени обжеки. То есть скрывается дорога к алтарям, их можно будет снести, упростить себе наверняка схватку возле Рошпита. Как всегда известно, что... Круто, круто, какой классный размен. Я думаю, каждый, кто играл в Доту, обменивался бы постоянно Т1 вышкой на Т3. Размен просто великолепный. И у меня только что этот искусственный снег вдохнул. Я, мне кажется, сейчас убрал. Извините, пожалуйста. Тут, кажется, есть скорая где-то рядом. Звони. Уже сразу. Так, вижу, что Eagle Song есть. До Эзерела совсем недолго остается. И Моров уже будет брать на прицел Тамеру Спирита, Дарк Сира. Думаю, для него это вполне себе легкие цели будут. Хотя меня пугает этот Свен. Свен Саппорт, но со своим щитом. Сам по себе тоже имеет довольно высокий хп-пул. Быстро с ним не разобраться. И, опять же, уделять внимание Саппорту не слишком-то сильно охота. Хотя сам он по себе очень беден. У него толком нет ничего. Один Брейсер. Я видел хедреском. Может быть, будет это Владимиром спустя долгое время. Но пока это... Все равно этот герой, да. Этот герой где-то на какой-то прокастик для Морфа. Герой, которого тот же Гримстроук элементарно выключает. Хороший герой для связки Гримстроука. Ну, я не думаю, что он прям сильно опасен и много урона сможет внести. Герой не обладает большим дэмэджем. Морфа, например, ему не побить сильно. Морф от физического урона защищен. Хорошо, хорошо все для Нопанглер, что этот Свен практически без артефактов. И появляется Террел. Ага. БКБ мы видели есть. И есть у одного только героя. Это Хоскар. Террор Блейд без Блэкинг Бара до сих пор. Поэтому, видимо, хотят под Террел пойти подраться. Это разумно. Это разумно. Попробовать первую цель забрать. Быстро прыгает Бэтрайдер. Не вижу пока кого зацепил. Брайла зацепили. Он тот включил БКБ. Гостика очень быстро разбирает. Рефлекшн выдается с Киттером. Дерутся Морф. Проседает по ХП. Уходит пока из файта. Заяц остается в драке. Минус Заяц, минус Бэтрайдер и минус Гримстроук. Поставили стенку. Использовали рефлекшн. И как, в принципе, по описанному сценарию, справились с врагом. Но слишком нагло Пангальер действовали. Нападали на одного персонажа. Не зная, что у него за спиной есть еще несколько. Вижена не было там. Ну и за Гостиком снова. А Гостик после Байбека? Да, это очень важно. После Байбека Бэтрайдера. Если сейчас убить, то упростите себе шансы на убийство Рошана. Протестан получает также очень много урона Бивер. Но после Байбека Бэтрайдера потеряли. Правда, Дракстир плюс Хускар и Эрспирит были убиты. Сейчас неплохо все складывается. У Пангалеров и Наив делают третий фраг, забирая с хитра на Террор Блейде. Также соврал в него облик, взял его в форму. И сейчас сами игроки Пангалеров попробуют забрать Рошана. Или поймали Ромена на освоение. Закрыли его с прутами. Ультра килл для Марфа. Ну что ж, может кто-то желает отдать Рэмпейдж? Сейчас из тех, кто сделал бы четыре Байбека потратили Тим Спирит. Не хотят отдавать Рошана. Не хотят. Совершенно есть. Рядом Шрайн, но он пустой. Поэтому восполнить ресурсы вряд ли получится. Но не выпускают. Просто так не выпускают из Рошпита. Поливают чернилами Гримстрок. В Рошпите на Брайла нападают. Брайл выдает ультимейт Зайца. Тот прячется в сноубол. На самую дальнюю цель будет катиться. Цепляет Хестеджи Роттена. Но Зайц в окружении врагов. Тимейтов рядом не имеется. Но БКБ потратил Брайл. Да, но я боюсь, что здесь придется отступить три героя. Хотя очень нагло сейчас поступают. Рефлекшн. Рефлекшн есть. Выдаешь туда рефлекшн. Выдавайте нормально еще поиграть. Форма по-прежнему есть у Наива. Есть минус по Рспириту. Есть также минус по Дарксиру. Выгоняют Скитера. Тот без ультимейта. У него почти нет хп. Скитер идет впритык. И Скитер просто отдается. После байбека потраченная форма. Еще и Хускара после байбека забирает парни. Да забивать можно на Рошана. И просто идти сейчас бить Т4 и Трон. Потому что ни у кого байбеков нет. Вот сейчас только появляется у Скитера этот заветный зеленый ромбик. Вот только через три секунды после смерти. Почему так рано пошел он торговать лицом. Понимая, что у тебя еще 3-4 секунды до ультимейта. Нападать на Марфа, у которого тычка с руки 200. Проказ на миллион. Я не очень понимаю. Вот Скитер здесь потратит Сандер. Да, вроде как качественно дерется. Но Наива просто не убить. Там х полтора по отношению к Террор Блейду. Ты знаешь, меня сейчас удивляет ситуация с тем, что на топе не было Т3-вышки. Они потратили много времени на то, чтобы Т3 снести еще и по центру. И после этого бьют Т4. И сейчас будут бить Трон. ГГ. Тим Спирит. В одной неловкой драке. Да, допустив пару колоссальных ошибок. Хотя тут я, наверное, слишком остро выражаюсь. Одна драка проиграна, которая действительно стала уже критической для этой команды. Но мы очень много говорили о старте игры, в котором Морф получил все необходимое. Университет.